Формирование нового правительства проходило через некоторые неожиданности, обусловленные тем, что в обществе есть настоятельные потребности в переменах, о которых говорил президент. Это, прежде всего, переход на опережающее развитие, инновационный путь развития, совершение технологического рывка в нашем развитии. Вопрос, как эти высокопоставленные чиновники будут эти задачи решать, для большинства экспертов остается открытым, потому что им не удалось реализовать закон о стратегическом планировании, не хватило, может быть, компетентности и ответственности. Сейчас им придется полностью перестраивать свою работу. Ну, будем надеяться, что он хорошо будет считать и помогать государственные деньги охранять от разворовывания и обеспечивать контроль за их эффективными использованиями. Экономика России определяет экономику Евразийского экономического союза. И она могла бы сегодня расти с темпом не менее 8% в год и производить продукцию в полтора раза больше, чем мы производим, если бы политика проводилась системно, разумно и в соответствии с пониманием закономерностей современного экономического развития. То есть у нас огромный потенциал роста и то замедление развития и даже кризис, который возник в связи с некомпетентной работой Центрального банка, создал известное напряжение в Евразийском экономическом союзе. Поскольку все ориентируются на нас, и если в России экономика растет, она растет во всем Евразийском экономическом союзе и наоборот. Соответственно, для поддержания тенденции евразийской интеграции нам очень нужен экономический рост. И мы, в принципе, знаем, как его добиться, опираясь и на наш собственный, и на современный международный опыт. Речь идет о реализации комплексной стратегии развития, которая включает в себя три элемента. Первое, точнее, три направления. Первое – это опережающий рост нового технологического уклада. Это комплекс на и биоинженерных технологиях, аддитивных технологиях, цифровая революция. Здесь мы видим высокий темп развития в мире от 20 до 80% в год роста соответствующих видов экономической деятельности. Этот новый технологический уклад революционизирует всю экономику, поднимает ее эффективность. Поэтому необходимо обеспечивать его развитие опережающими темпами в той мере, в которой мы располагаем научно-техническим потенциалом. То есть мы должны возможность нашим ученым инженерам, изобретателям работать в этом новом технологическом укладе, обеспечивая их тем количеством денег, которые они только могут переварить. Создавать для этого максимально благоприятные условия – кредитовать без ограничений, субсидировать, развивать механизмы венчурного финансирования и добиваться таких же темпов роста, как и в мире. Это в среднем 35% роста за счет наращивания производства новой техники и за счет проникновения в смежные сферы, где нанотехнологии и биоинженерные технологии позволяют резко поднять эффективность материального производства и эффективность, допустим, сельского хозяйства и медицины. Второе направление – это динамическое наверстывание. Это сферы, где мы имеем возможность производить конкурентоспособные товары, находясь вблизи мирового фронта научно-технического прогресса. Это такие отрасли, скажем, как авиатехника или нефтяное машиностроение. Здесь мы можем увеличить производство в разы. Если мы перейдем на российские самолеты, которые мы можем всю линейку производить в замене американских и европейских, легко посчитать, что это взрывной рост, измеряемый десятками единиц такой техники в год. А замечу, что мультипликативный эффект от авиастроения составляет десятикратную величину. То есть на 1 рубль авиатехники идет производство примерно 10 рублей в смежных отраслях, которые обеспечивают комплектацию, авионику, конструкционные материалы и так далее. Ну и, наконец, третье направление – это догоняющее развитие. Там, где мы бесповоротно отстаем и без импорта новых современных технологий обойтись невозможно. Это, скажем, промышленная сборка автомобилей иностранных марок, где тоже неплохой экономический рост на уровне от 3 до 5 процентов в год вполне возможно. Нужно просто научиться самим делать то, что мы сегодня не можем получать от Запада. Это, прежде всего, самим формировать долгосрочные кредиты. Центральному банку нужно научиться кредитовать экономику, а не просто быть меняльной конторой по обмену доллара на рубли. Это первый момент. Второй момент – необходимы механизмы долгосрочного планирования, целеполагания и поддержки инвестиционной и инновационной активности в тех сферах, где мы располагаем современным научно-техническим потенциалом. Расширять свою собственную технологическую базу. И третье направление – это международная экономическая интеграция с теми странами, которые заинтересованы во взаимовыгодном торгово-экономическом обмене, в совместных инвестициях. Это сопряжение нашего Евразийского экономического союза с китайской инициативой «Один пояс, один путь» и формирование большого евразийского партнерства, о котором говорит президент Путин. Продолжение следует...